Добро пожаловать на еврейский мессианский одесский ретрит, который посвящен у нас 20-летию еврейский мессианский близкого института. Я очень благодарен Богу за то, что это произошло. И спасибо вам, каждому, кто пришел сюда, зарегистрировался с разных мест, поучаствовал вместе с нами. Сейчас хочу представить вам человека, который буквально недавно поручили. Знаете, как есть каждому поколению свои наследники. И после нас кто-то тоже будет. Правда? После нас будут те, кто будет нести Евангелие, Слово Божие еврейскому народу и всем остальным, да, и третьего, четвертого, пятого поколения. Я просто понимаю, что в свою очередь мой дед молился за меня, чтобы я был тем, кто будет нести Евангелие для всех остальных. Да, 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 да. Телефон или микрофон. И сейчас я хотел бы, да, я хотел бы сейчас пригласить сюда. Ника Тебата Лейсмайстер. Такая, какая классная фамилия. Это, пожалуйста, идите сюда. Я представлю, кто это. Thank you. Now I will introduce who these people is. Это президент Еврейско-мессианского близкого института. Ник is the president of MGBI. И он унаследовал это помазание от доктора Вилькса и Банни Вилькс. От которых мы услышим чуть попозже. И это... Ник, скажи нам что-то хорошее. Now, Ник, please, tell us something good for us. No pressure. Никакого давления. Well, thank you all for coming. Спасибо всем, что приехали. There's a lot of things that you could be doing on a Sunday afternoon, I'm sure. Я уверен, что многое можно делать в воскресенье после обеда. Instead of being up with us here, where it's very warm. Вместо того, чтобы сидеть здесь, где очень-очень жарко. It means a lot that you're here. Поэтому это важно, что вы все-таки здесь. You know, a very famous Jewish person once said something. Однажды очень известный и важный еврейский человек сказал вот что. His name was Albert Einstein. Это был Альберт Эйнштейн. Have you heard of him? Кто-нибудь слышал про Эйнштейна? He said a lot of wise things. И он говорил много мудрых вещей. He said there's two ways to live your life. И он сказал, есть два способа прожить свою жизнь. One is as though nothing is a miracle. Не верить вообще в чудеса. And one is as though everything is a miracle. А второй путь верить, что все является чудом. And so today we're celebrating the miracle И сегодня мы празднуем чудо That we're all here. Что мы все здесь сегодня собрались. And on top of that, we're celebrating the miracle That the MJBI is here. И превыше этого мы даже празднуем то, что MJBI все еще здесь. Because the first miracle is that we're here. Первое чудо, что мы собрались. I just came from Vienna with my wife. Я только прилетел из Вены с моей супругой. И вчера утром у нас было кофе в очень прекрасном отеле. Мы не оставались в том дорогом отеле. Мы только пили кофе там. И кофе в этом отеле стоило примерно столько, сколько ночь в другом отеле стоило. Но это очень известный отель в Вене. Hotel Imperial. Imperial Hotel. And this hotel was the hotel that Adolf Hitler stayed in when he visited in Vienna. И знаете, что в этом отеле останавливался Adolf Hitler, когда он был в Вене. And after, you know, the Nazis were defeated. И после того, как был побежден нацизм. Around the same time that the MJBI started in 1996. И в 1996 начался MJBI. There was a very famous Jewish man named Simon Weisenthal. И есть известный еврейский человек, Саймон Визентhal. And he was having his 90th birthday party at this hotel. И у него был день рождения, 90-летие в этом отеле. And Simon Weisenthal was very famous for hunting Nazi criminals. И этот еврейский человек был очень известен за то, что он охотился на оставшихся нацистов, выживших. And he helped many governments catch Nazi criminals. И он очень многих, ну, преследовал и за... Арестовал. So he was 90 years old and he was having a kosher birthday party at the hotel that Hitler used to stay in. И вот у этого 90-летнего еврея кошерное день рождения в отеле, где останавливался Гитлер. And at what point he stopped and he said, the chandeliers are shaking. И в один момент он остановился и сказал, люстры просто трясутся. Because they were partying so much. They were having such a good time. Потому что такая вечеринка была у них мощная. And he said, the Nazis are gone. Hitler is gone. But we are still here. И он говорит, Гитлера больше нет, нацизма больше нет. Но мы все еще здесь. Amen. 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 I felt the same way when I was watching everyone dance and the floor was shaking. И то же самое я ощущал, когда мы все здесь танцевали и Пол вот так вот ходил. First I thought to myself, did Valentin ask the city official if it could hold this much people? И первое, о чем я задумался, спросил ли Valentin у хозяина здания, выдержит ли оно столько людей? And then I thought, we're still here. А потом я подумал, мы все еще здесь. We've had many enemies, but we're still here. У нас столько врагов, но мы все еще здесь. You've had many challenges, but you're still here. У вас столько вызовов, но вы все еще здесь. И самое лучшее, что будет в течение этих нескольких дней. Мы не просто празднуем, что мы выжили в течение последних двадцати лет. Мы празднуем верность Божью. Потому что есть более светлое будущее даже в следующем году. So we celebrate, amen. So we're very honored, my wife and I, to carry on this legacy started by Wayne and Bonnie and Val and Tatiana. Чтобы нести вот это наследие, которое заложили Wayne and Bonnie and Valentin and Tatiana. The mission of the MJBI has always been very simple. И миссия MJBI всегда была очень проста. Our motto has been teaching, training, touching lives. И наша формула очень простая. Это прикосновение, обучение и изменение жизни людей. And at one point I looked over during worship and saw Roman Sviantec here with his daughter. И во время прославления и танцев я посмотрел в этот угол. И здесь пастор Роман обнимал свою дочь Авелину. And his eyes were closed and he was smiling. И его глаза были закрыты, и он улыбался. And he was holding his daughter. И он обнимал свою дочь. And she was hugging him. И она обнимала его в ответ. And I thought to myself, if that's what this all was about, was to touch one person's life, it's been worth it. И я задумался о том, что если цель изменить жизнь хотя бы одного человека, оно стоит того. И я думаю, что многих здесь жизни были изменены после того, как они прикоснулись к ним, прикоснулись через Валентина, Татьяну, через Вейна, Банни и многих других служителей сидящих здесь. И мы здесь, чтобы отпраздновать и почтить это событие. Но здесь мы также будем праздновать большее, то, что ожидает нас в будущем. Поэтому мы очень благодарны принять вот это наследие от МДЖБИ. И идти дальше, на годы вперед. Кадима. С миссией Кадима. И это миссия — двигаться вперед. И в следующие несколько дней мы будем рады разделить с вами время и поделиться учениями. И праздновать то чудо, что мы все еще здесь. Но также праздновать то, что у нас более светлое будущее, ожидают впереди. Хочу вас поблагодарить, что позволили нам быть частью этого. И я хочу приветствовать вас здесь, кто был студентами, кто теперь лидер и кто служит. И, может быть, вы задумаете, что не так много вы видите изменений в мире, потому что вы не так часто выезжаете за пределы. Но чтобы вы знали, что ваша жизнь очень цена для Господа. И я знаю, что это касается каждого в этой комнате. Чтобы вы учили, прикасались к жизням людей и изменяли их. Поэтому мы предвкушаем эти несколько дней грядущих. И мы сделаем так, чтобы люстры тряслись еще больше. Потому что мы все еще здесь. И мы все еще направляемся. Аминь. Спасибо. Спасибо.